Депутаты краевого парламента не раз поднимали вопрос об эффективности двухуровневой модели власти. Есть глава района, есть глава администрации. Нередко между ними возникает конфликт, причем зачастую он носит не политический, а экономический характер. Это конфликт местных элит, а заложниками ситуации становятся жители города или района. Кстати, эту проблему не так давно на сессии законодательного собрания поднимал уполномоченный по правам человека в крае. Как он выразился, люди идут с пустяшным вопросом в администрацию и не знают, кому там бить челом, кому туфли целовать. Местные власти гоняют человека от одного к другому. Нужно иметь в виду, что глава района выбирается депутатами райсовета и по большому счету жителям не подотчетен. При этом краевое законодательство разрешает по уставу города или села самостоятельно решать, как организовать власть на местах. Депутат Артем Черных выступил с инициативой выслушать исполняющего обязанности первого заместителя губернатора края Сергея Пономаренко с подробным анализом работы органов местного самоуправления, как той, так и другой стороны. Нужно понять ситуацию, принять правильное решение. Важно, чтобы местная администрация в территориях края работала эффективно, на пользу жителей. Ставилась задача президентам о том, чтобы приблизить органы местного самоуправления, вообще органы власти к людям. С другой стороны, те предложения, которые сегодня звучат и те изменения, которые предполагаются в федеральном законодательстве, но впоследствии региональным законодательством, они говорят, на мой взгляд, наоборот происходит отдаление как раз органов власти от населения. Потому что что главу не сможет уже, там население практически сложно будет избрать, если там будет районирование так называемых городских органов власти. Перед депутатами Комитета по бюджету и экономической политике отчиталась Счетная палата края. Аудиторы подвели итоги своей работы в прошлом году. Так, в 2013-м специалисты провели свыше 380 финансово-экономических экспертиз проектов законов, 74 контрольных проверки. В общей сложности проверено расходование 54 миллиардов рублей краевого бюджета. Из них 10 миллиардов были зарасходованы с нарушением. Тем не менее, по словам председателя Счетного ведомства Татьяны Давыденко, ошибок в трате бюджетных средств стало меньше. Если раньше в нашей работе приоритетом в основном была это финансовые проверки, то сейчас мы рассматриваем больше и проводим аудит эффективности. С чем это связано? В связи с тем, что в Красноярском крае очень хорошо действовала казначейская система, ни целевого расходования средств мы не видим. А вот эффективность этих средств, правильно ли они расходу на теле, расходы они потрачены, вот это сейчас является самым главным приоритетом в нашей работе. Спасибо. Спасибо.